Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. Как всегда, внимательно следим за событиями, которые происходят в городском округе Люберцы прежде всего. И вот совсем недавно у меня вот так словосочетание сложилось, которое я услышал. Которое называется «Умная платёжка». Слово «платёжка» нам знакомо, потому что в жизни приходится платить за всё, в том числе и за нашу бытовую составляющую, за свет, за воду, единые всевозможные документы, оформлять всякие справки и так далее. Но вот слово «умная» меня заинтересовало, потому что всё, что умное, говорит о том, что какое-то упрощение для нашей жизни, какая-то приятная процедура, что ли. Ну, все подробности мы с вами узнаем сегодня. У нас в гостях начальник территориального управления МОЗ «Обл.Ерце» городского округа Люберцы Елена Николаевна Мотель. Здравствуйте, Елена Николаевна. Добрый день. Мы знаем, что есть платёжка, всю жизнь они были самые разные. А что такое умная платёжка? Умная платёжка, но она подразумевает собой весь спектр услуг, которые можно получить в личном кабинете ООЗ «Обл.Ерце» онлайн. То есть, не выходя из дома, либо с телефона, либо с компьютера, можно зайти на сайт ООО «Обл.Ерце», кликнуть на вкладку «Новый личный кабинет ООО «Обл.Ерце», новый личный кабинет, который для жителей нашего города скоро будет реализован и доступен в ближайшее будущее. И, соответственно, пройти по этой вкладке и сформировать платёжный документ, в котором будет всё детально отражено. Это долги, пени, начисления полностью, сколько начислено, сколько оплачено, как за прошедший период, так и за текущий период. Ну и там это всё будет как бы структурировано. Да, всё детально по каждой жилищно-коммунальной услуге. Соответственно, так же будет там не только тарифы, нормативы, но и формулы, которые начисления, нормативные правовые документы. То есть, всё открыто, понятно, за что ты платишь деньги. Да, абсолютно, да. Это, конечно, сократит очень много времени для жителей. Они не будут обращаться уже непосредственно. Скажите, а в чём разница? Ну, ведь мы могли платить, ну, во-первых, традиционным способом, придя, начиная с кассы, заканчивая какими-то банкоматами и так далее. Вот, и кто-то это уже полу-онлайн платил, кто-то платил в реальной жизни. Почему новый кабинет? Значит, был какой-то старый кабинет? В чём разница? Его усовершенствовали, очень много дополнительных функций добавили. Соответственно, раньше в старом кабинете такой возможности не было. Здесь функционал расширен. Можно практически, не посещая офисы Мособлайерц, доступно... Всё делать надо мной. Мало того, как я понимаю, вот сейчас мы пойдём по отдельным элементам, ещё и дополнительные какие-то вещи узнавать, запрашивать и так далее. Скажем так, в Москве, в нашем центре, существуют МОС-услуги, существуют Госуслуги. Сегодня у нас много всевозможных электронных услуг. И вот буквально недавно президент встречался, и вице-премьер правительства сообщил о том, что вот эта цифровизация, она будет идти дальше и дальше. И, собственно говоря, скоро появится какая-то такая система вообще всего единого. То есть не нужно будет заходить в разные места. И в какой-то степени мы видим, что уже в Московской области, зайдя на вот этот сайт Мособлайерц, можно массу функций, не выходя из этого сайта, в новом личном кабинете воспользоваться этими услугами. Но давайте начнём с того. Прежде всего, это платёжка. То есть я там могу зарегистрироваться, занести свои данные, правильно? Да, все свои данные по индивидуальным приборам учёта. Я могу оформить этот лицевой счёт. Вы можете написать заявление на оформление лицевого счёта, если произошла смена собственника. Подать заявление о перерасчёте, возможно, какие-то изменения происходили по вашему лицевому счёту. Или, например, если я недавно у себя в доме менял счётчик, мне сказали, что у вас автоматически это придёт. А если вдруг не пришло человеческий фактор, кто-то чего-то, вы можете написать, что вот у меня там смена счётчика, будьте любезны и так далее. Почему? Это очень важный момент, я сейчас обращаю внимание наших телезрителей, потому что всегда, когда новая система вводится, не потому что тут кто-то виноват. Иногда, кстати, меньше может быть заплатить, чем нужно, и такое бывает. Но всё-таки, когда идёт смена чего-либо, счётчики, когда меняют счётчики воды или ещё чего-то, или вдруг счётчик воды выходит из строя, они тоже, у них поверка существует, у горячей воды одинро, какую-то сроку холодно, по крайней мере у меня так, они не одновременно почему-то у меня поверку проходят. Смысл в чём? Что всегда можно будет посмотреть, всё ли правильно, потому что иногда люди платят, не понимая, что они платят больше, чем нужно. Да, там всё можно детально по своей квартире, и не только по одной квартире, это по нескольким лицевым счетам. То есть можно несколько, да, можно за себя, за маму, если возрастной. Какие справки можно заказать в новом личном кабинете? В основном справки это финансово-лицевой счёт, который очень востребованный нашим жителям. И когда вот именно мы были на пандемии, процесс как бы невозможен был. Сейчас это можно будет получить. И идти никуда не нужно. Никуда не нужно. Электронная подпись или электронная печать, как это называется? Да, это всё будет уже реализовано в данном проекте. И, соответственно, вы распечатываете, либо показываете на электронном носителе и обращаетесь в ту службу, в МФЦ или ещё куда-то, куда вам потребовалась данная справочка. Я так понимаю, что вообще даже мы не только говорим о том, чем заведуете вы, чем вы занимаетесь. Вообще сейчас потихонечку все услуги, там где, ну, например, понятно, что медицинскую справку нельзя получить дома, надо либо, чтобы врач к вам пришёл, либо вы пришли на какую-то комиссию. Но масса других справок, выписок и так далее, то, ради чего бы ходили туда-сюда, теряли не то что день, а месяц можно было ходить, то на сегодняшний день это всё каким-то образом унифицируется. И, как ни странно, пандемия здесь даже нам подмогла в какой-то степени, потому что стало ясно, что есть некие справки, платежи, документы, которые вполне можно оформить без личного контакта. Хорошо. Ещё такое. Вот квитанция. Вот такой вопрос, может быть, вы сталкивались с этим. Мы понимаем, что я тоже давно плачу в электронном кабинете, в разном. Иногда просто на банковском своём портале, иногда плачу на портале госуслуг и так далее. Но мне приходит электронный, то, что я оплатил. Насколько я смогу доказать, что оплата произошла? То есть могут меня сказать, что вы не платили, а я им показываю бумагу, что вот у меня на сайте, условно говоря, МОСОБУРЦ, я заплатил за воду и за свет. Если транзакция, операция прошла, успешно, и, соответственно, вы можете сделать либо скрин, ещё один момент, у вас же списание было? На карточке, тоже могу показать. Да. И, соответственно, там видно... Там номер есть, куда списалось. Куда списалось, какой расчётный счёт. Это будет подтверждающим документом. Просто помните ещё совсем недавно времена, когда ты идёшь в кассу, берёшь, значит, эти квитанции длиннющие, тебе дают этот чек, ты его, значит, должен, чтобы не потерять. Куда-то это всё складывается. У меня до сих пор хранятся какие-то невероятные пачки этих документов. А на сегодня мы можем действительно скрин показать и всё. Но ясно одно, что всё это лучше хранить на всякий случай. Ну, лучше, конечно, хранить, но дело в том, что вы можете, и также любой житель может, сохранить документы как на бумажном носителе, так и зайти в личный кабинет через ту платёжную систему, которую он воспользовался, либо через Сбербанк онлайн. Там тоже все есть, да. Да, там будет детализация именно платежей, либо через ОМОСЛ БУЛ ЕРЦ. Там тоже в личном кабинете вся детализация будет подтверждена. То есть двойной, так сказать, контроль. И он выписку заказываете. А техническая поддержка по всей Московской области будет? То есть это 24 часа работает система? 24 на 7, да. Ну, вдруг кто-то днём спит, а ночью работает или наоборот. Нет, нет, это 24 на 7 работает система. Ещё такой вопрос. Я так понимаю, что система начнёт работать совсем скоро. И вот какие-то старые варианты остаются, что человек... Ну вот хочется зрелому человеку, или он не очень любит интернет до сих пор, ему хочется пойти и заплатить это лично. По-прежнему он может это сделать? Да, по-прежнему. Не настанет время, что только в новом личном кабинете? Нет, нет, это однозначно нет, потому что жители у нас кто-то личный контакт предпочитает. Кому-то более молодому населению всё... Вообще в телефоне хочется побыстрее оплатить. Да, да, цифровизация в этой. А личный контакт будет, очный приём в обязательном порядке, он будет осуществляться, и также приём и денежных средств, и приём населения по другим каким-то возникающим вопросам, потому что приходят разные жители, и вопросы возникают разные. Ну, спросить что-то, вот что-то мне насчитали, а что здесь, а я что-то не там нажал, потому что кто-то может с комиссии нажать, кто-то, я имею в виду, с комиссии. И ещё вот такой вариант немаловажный, что ведь, наверное, мошенники, они тоже существуют, они тоже будут пытаться как-то подстраивать. Вот у меня, например, в спаме висит масса предложений, оповещений, что мне какие-то деньги пришли, что для того, чтобы их забрать, нужно обратиться. И очень много таких сделано страниц, очень похожих на те, которые есть сегодня. Поэтому прежде чем кому-либо отдавать деньги, убедитесь, что это сайт конкретный МОСОБЛ.ЕРЦ, что там наверняка есть какие-то ваши координаты, телефон. Конечно, все реквизиты, телефоны. Если вы чувствуете, что что-то на сайте не то, или, например, не открывается ваш новый личный кабинет, система только-только начинает работать, а вот не открывается и всё. Не надо ни в коем случае нервничать, ничего никуда не исчезнет. Позвоните, уточните, есть техническая поддержка. Я думаю, что всё это рано или поздно устроится, потому что всё это делается для того, чтобы вам лучше было. Я так понимаю, что помимо, вот мы ещё раз коснёмся темы, человек осуществляет платёж, вот что-то происходит, какой-то перерасход и так далее, он может заказать справку о перерасчёте, и он получит какой-то ответ, да? Конечно, да. Что принято к сведению. Принято к исполнению, либо нужно какие-то дополнительные, возможно, документы для производства данного перерасчёта. Может быть, абонент не всю информацию предоставил, чтобы мы произвели перерасчёт. То есть обязательно будет ответ абоненту. Понятно. Гражданин обратился, мы ответили. Хорошо. Скажите, вот до того, как начнёт работать эта система, уже в полном таком стопроцентном объёме, насколько сегодня, ну, я не требую цифр, но по ощущениям, насколько люди всё-таки в онлайн ушли, и остались ли эти люди, которые даже во время пандемии просто не платили, потому что они с онлайном не знакомы, и вот после пандемии пришли, заплатили в кассе всё там с марта по июль. Есть такие варианты? Ну, в основном, большая часть, большая часть, это, конечно, да, у нас платёжеспособность на хорошем уровне, так скажем, не на отличном, но на достаточно приличном уровне платёжеспособность населения города Люберец. Но очень много жителей есть, которые не платят, есть систематически не платят, принципиально не платят. Начинаешь с ними спрашивать, проводить беседу, так сказать, по какому причину, нет адекватного ответа, то есть это какое-то личностное, субъективное его мнение, что я просто не буду платить, потому что либо ненадлежащего качества предоставлена услуга, либо расчёт неверный, хотя проверяем, всё корректно, всё верно. Тогда что делать? Тогда уже передаётся... Органы? Да, в претензационную исковую деятельность начинают работу производить в этом направлении. Но очень много жителей, конечно, добропорядочно и добросовестно оплачивают жилищно-коммунальные услуги. Это порядка 94% точно. И онлайн в основном пользуются уже больше всего? В основном, да, 80% где-то онлайн прям пользуются. Это и оплата через личный кабинет, потому что оплата через личный кабинет – это без комиссии. И здесь мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях Елена Николаевна Мотель, начальник территориального управления МОСУ БЛАЕРЦ, городского округа Люберцы. Говорим об умной платёжке. Сейчас вернёмся в студию. Напомню, что у нас в гостях Елена Николаевна Мотель, начальник территориального управления МОСУ БЛАЕРЦ, городского округа Люберцы. Совсем скоро, в ближайшее время, уже во всю мощь, на все 100% заработает новая, так называемая, умная платежка. Напомните еще раз, Елена Николаевна, куда можно будет зайти, что это за сайт и что там нужно нажать. Вот то, что мы говорили в первом отделении нашего сегодняшнего разговора. Заходим на сайт ООО МОСУБЛЬЕРЦЕ. Есть там такой новый баннер, новый личный кабинет ООО МОСУБЛЬЕРЦЕ. Его там видно с правой стороны. Нажимаем на него и, соответственно, проходим полностью регистрацию. Регистрация достаточно проста. В скором будущем она будет реализована для всех жителей городского округа ЛЮБЦЕ. Но адрес должен, естественно, соответствовать городскому округу ЛЮБЦЕ. Конечно, да. Если человек запрописан где-нибудь в Химках, то он не зарегистрирован там будет, правильно я понимаю? Не в Химках вернее, но не в городском округе ЛЮБЦЕ. Ну да. То есть должно соответствовать. Хорошо. Я хотел бы еще оттолкнуться от темы неплательщика. Вот я просто увидел, что вас эта тема волнует. Но чтобы мы понимали, и люди понимали, ведь сейчас речь идет о том, чтобы сделать им удобно, приятно и так далее. Если все-таки дело доходит до правоохранительных органов, то есть дальше это уже суд, и человека могут просто через суд заставить оплачивать эти услуги. Что грозит этим неплательщикам? Сначала производится смс-рассылка, дозвоны, напоминание, предупреждение о том, что имеется задолженность. А потом дальше уже исковая деятельность. Ну, не хочется дальше эту тему развивать, потому что все-таки иногда лучше заплатить. Вот, действительно, если что-то вас не устроило, ну, например, какая-то услуга была оказана, как вам кажется, неправильно, ну, значит, есть определенные, можно тоже через эту умную платежку что-то заказать, написать какие-то заявления можно, да? Да. То есть это фактически обращение... Как очное обращение, то есть есть какие-то вопросы, все эти вопросы можно изложить в данном новом личном кабинете. Когда эти вопросы... Вот я написал вопрос, что мне поставили счетчик, но у меня... Ну, я сейчас условную историю, да, но у меня такое ощущение, что он работает неправильно. Я пишу это письмо. Оно куда вот потом уходит? В систему, которая отвечает за свет или на какой-то общий... Сначала она уходит в работу ООО «Мособлгерция», а потом уже будет, конечно, если необходимо привлечь ресурсоснабжающую или управляющую компанию, тогда уже привлекается ресурсоснабжающая компания, либо управляющая. То есть по направлению, скажем. То есть вопросы формируются в каком-то едином центре вашем, потом вы либо сами решаете этот вопрос, что... Либо перенаправляем уже на исполнителя. А как долго это будет делаться? Ну, пока туда уходит адр... То есть человек просто... Как вот мы сейчас заказали услугу и ждем ее исполнения, правильно? Да, но это до 10 рабочих дней. До 10 рабочих дней. Хорошо. Вот тут интересный вопрос возникает. Это мы еще не весь список прошли, что у нас делает эта новая умная платежка. И когда была пандемия, все говорили, вот сколько профессий сейчас уйдет и так далее. Но это же огромная работа, если по каждому пункту к вам будут обращаться люди. Штат-то есть, люди есть, которые будут этим заниматься? Или это пока вот все формируется по ходу дела? Ну, естественно, если процент населения снизится и перейдут все на онлайн, соответственно, кто на очном приеме находился, перейдут уже на обслуживание. И вы к этому готовы? Да, готовы. То есть у вас сегодня сотрудники готовы и к очному приему, и к приему онлайн. То есть как бы 2 профессиональных подготовки у них есть. И, наверное, в какой-то степени онлайновая система проще, потому что исчезает проблема человеческого фактора. Ну, не всегда. Но письма могут писать все равно, да? Да, да. Хорошо. Кстати, а простое письмо я могу, вот, ну, например, люди разные есть, жалобу хочу написать. Конечно, да. Вот могут написать воспользовавшись? Могут. Есть такой функционал, да, можно пожаловаться, что либо неверная квитанция что-то некорректно, с расчетом жителя недоволен, либо его обслужили некорректно. Ну, со всеми возникающими вопросами можно обращаться и написать, подать заявление. Прям палочка-выручалочка такая. Скажите, я так понимаю, что еще можно какие-то монтажные системы произвести, да, заказать какие-то службы? Электромонтажные и сантехнические работы. То есть, если что-то в квартире произошло, так же, не выходя из дома, обратился в личный кабинет ОМОСУБУ ЕРЦ онлайн и заказал данную услугу. То есть, когда вдруг что-то потекло, не нужно хвататься за голову, а сейчас мы сталкиваемся иногда с таким, что, а кого звать-то? То есть, грубо говоря, это сделано для того, чтобы человек, помните, в Москве была популярна фраза «режим одного окна» когда-то, 90-е годы. Принцип одного окна. Да, я обращаюсь в систему, где практически все я могу заказать, да, и на все получить. Ну, предположим, все-таки какой-то такой нашелся вопрос, что он не попадает ни под одну эту историю. Вы куда его отправите? Есть такие вопросы? Есть какая-то система, которая разная называется? Функционал вы имеете в виду? Да, да, да. Ну, вот не подходит ни под один функционал. Что-то человек такое написал, я не знаю, что у него произошло. Ну, значит... Ну, например, он хочет поменять фамилию в паспорте. Он может обратиться через лицевую? Нет, это уже услуга не МОСОБЛЕРЦ, это услуга МФЦ, поэтому ему нужно будет... То есть, если он подал заявление на какую-то услугу, а МОСОБЛЕРЦ не входит в функционал деятельности... И расчёту размера платы за жилищно-коммунальные услуги. И, соответственно, если вот возникает вопрос в экстренном порядке, это сантехнические, электромонтажные работы можно заказать. Хорошо. Вопрос тарификации. Потому что, вот я опять же возвращаюсь, менял счётчик, и там было у меня два варианта. Либо однотарифный, либо двухтарифный, потому что там есть день, ночь и так далее. Вот люди часто по незнанию, или, например, что-то происходит в семье, кто-то умирает, или наоборот семья образуется, или кто-то выезжает и так далее. Там же по-разному расчёты. Вот как этот вопрос тарификации решить, чтобы люди, а, не платили больше, а с точки зрения государства, наоборот, чтобы платили именно в соответствии с теми нормами, какие есть. Кто за этим вопросом следит? Как-то этот вопрос платёжки, он будет отражён? Если происходит смена собственника, то, соответственно, там либо человек приобрёл собственную квартиру, также можно подать заявление на смену собственника, приложить соответствующие документы правоустанавливающие, мы примем это в работу. И следующий платёжный документ уже выйдет с фамилией нового собственника. Если льготник был, да, это тоже можно, заявление также пишется, принимается в работу, соответственно, если пакет документов по данному заявлению принят, пишем, принято в работу, к исполнению, и выполняем данную функцию. Хорошо, теперь такой вопрос. Я уже о нём немножко говорил, но тем не менее, есть техническая служба, а есть вариант, когда человек отправил справку, и ничего не приходит. Есть такой вариант? Ну, может быть, да? Ну, может быть, да. Он как-то может дозвониться конкретно какому-то оператору, не технической службе интернета, а оператору, который ему скажет, что... Или посмотрит, ой, вы знаете, да, вот у нас пришло, но что-то там у нас какой-то был сбой. Ну да, бывают такие моменты, и возможно, и будет с этим личным кабинетом, но надеемся, что... Есть именно по территориальной принадлежности добавочные номера по каждой территориальной принадлежности Московской области. То есть житель, зайдя на сайт, набрав свою территориальную принадлежность, может увидеть добавочные номера телефонов и обратиться непосредственно также по телефону, не выходя из дома, экономя время и свои ресурсы. Ну и заодно можно перепроверить всё то, что... или получить какую-то консультацию, если вдруг, знаете, как платишь-платишь, а отправил, потом увидел, что ты поставил галочку и заплатил лишние 40 рублей за ту же квартиру, за страховку. А ты хочешь без страховки, да. Можно вернуть, нельзя вернуть и так далее. Ещё такой вопрос. Это всё-таки техника, у людей всяко дома может произойти, кто-то хранит информацию на внешних дисках, и вот вдруг всё стёрлось у него, да. Может ли он, воспользовавшись кабинетом, купив там новый ноутбук, компьютер и так далее, войти, восстановить все свои счета? Да. Это возможно. И по какому времени? С момента начала публикации электронных отчётов? С момента передачи вообще дома... с момента передачи управляющей компании на расчёты в МОСОБЛЕРЦЕ. То есть как дом перешёл на расчёты в МОСОБЛЕРЦЕ, и, соответственно, там у нас формируется практически по всем МКД, которые на расчёт, единый платёжный документ. То есть все жилищно-коммунальные услуги. Ну, то есть иногда необходимы документы по квартирным вопросам, по вопросам, может быть, наследствия, я уж не знаю чего, или где-то пришёл приглашение в суд, что якобы не платится, ну, ошибка, а всё платится и так далее. Хорошо, что ещё мы не обсудили, что ещё есть в этой платёжке интересного для граждан городского округа Люберцы, чем они ещё могут воспользоваться? Или уже практически всё? Это мы практически все моменты осветили. Единственный момент, это что мы ещё можно добавить, что там будут указаны даже формулы расчёта. Формула расчёта – это тарифы и, соответственно, нормативно-правовые документы. Ага, то есть я могу проверить, что я плачу, сколько я плачу, на основании чего я плачу. Это то, что обычно всегда где-то висело в воздухе, и просто, знаете, как приходил счёт и так далее, а потом выясняется, что человек переплачёт. Да, детально человек может перепроверить всё, всё ли правильно соответствует, всё ли в рамках законодательных актов. Хорошо, а ещё вот такой вопрос. Возвращаясь к поверке счётчиков, я знаю, что поверка счётчиков делают компании, ну, как бы, условно говоря, независимые какие-то, которые работают, у которых есть что-то типа разрешения на поверку счётчиков. Я могу здесь заказать поверку счётчиков, или это не совсем государственные услуги? Мы только электромонтажные. Электромонтажные. То есть можно заказать установку, да? Установку, да. Ну, это такой частный вопрос. Почему? Потому что многие обычно спрашивают, почему вот частично вроде государственные, проверяют частично не государственные и так далее и тому подобное. Ремонт. Значит, мы поняли, что если сантехнически что-то происходит, мы можем заказать. Газовые службы тоже что-то здесь происходит, если вдруг газом запахло? Пока нет. Пока нет. Но, в принципе, планируется постепенно тоже сюда внедрить. В общем, резюмируем, мы можем сказать, что на сегодняшний день, возвращаясь к началу программы, вот умная платёжка, слово «умное» вкладывается в то, что некий просчитан, просчитана схема, когда человеку нужно то, 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 и попытаться это всё встроить в единую такую систему, чтобы это было удобно, чтобы открыть этот новый личный кабинет и практически в несколько кликов со временем решать те или иные вопросы. Правда? Да, причём это всё заочно. Всё заочно. Я так понимаю, система, она запускается постепенно, и на каком-то этапе она заработает уже всё стопроцентно, видимо, во всей Московской области. Правильно я понимаю? Вот. Это уже будет постоянная работа или всё-таки будут ещё проверяться какие-то варианты, если что-то вдруг не сработало или что-то надо добавить, это будет меняющееся, модернизироваться, да? А вы как? Вас как? Собирают, выслушивают ваши предложения или просто вот вам эту систему поставили и всё? Нет, это, конечно, коллегиально решается, то есть, что жителям необходимо, что мы считаем. Но вы довольны, что будет такая вот новая умная платёжка? Да, конечно. То есть, удобство и для вас в том числе? Да. Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Елена Николаевна Мотыль, начальник территориального управления МОСУБРЦ городского круга Люберцы. Совсем скоро умная платёжка, что называется, зашагает встроенным шагом по всей Московской области. Запомните, что есть сайт МОСУБРЦ. Вы, как только там увидите новый личный кабинет, заходите туда, регистрируйтесь, и жизнь бытовая, по крайней мере, для вас улучшится. Спасибо вам большое. Спасибо всем. Это была программа «Открытый диалог». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин